Продолжение MAKING OF FROZEN WORLD Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение MAKING OF FROZEN WORLD. Предыдущую часть можете посмотреть в подсказке вверху. А в этой части мы поговорим о том, как создать стилизованные облака в TAI CONCEPTOR. И затем, по желанию превратить их в реалистичные в Houdini. А также, как правильно экспортировать их в WDW формат и загрузить в 3ds Max с помощью V-Ray Volume Grid. Приступаем к созданию облаков. Для этой задачи я буду использовать TAI CONCEPTOR и Houdini. Кстати, в подсказке вверху Вы можете посмотреть несколько моих уроков по TAI. Для лепки базовой формы я обычно использую круглую кисть в режиме MIDDLE. Для лепки базовой формы я экспериментирую с настройками R-Mesh, чтобы немного ее сгладить. Хотя лично Вы можете использовать такие бока без него, для стилизации Вашей сцены. Тут уже решайте сами. Для лепки базовой формы появляются дыры в геометрии и их можно закрыть еще несколькими мазками. Продолжение следует... 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 После того, как вы слепили несколько разных форм облаков, по желанию их можно преобразовать в WDB облака в Houdini. И рендерить в разных рендерах, как в Volumetric. Но дело в том, что пока в WebStorm нет поддержки WDB. Поэтому я сделаю хитрый ход. Просто конвертирую облака с T в нужную мне форму в Houdini. Затем этот WDB файл преобразую в геометрию с помощью V-Ray Volume Grid в 3ds Max. Делаю это таким методом, потому что WDB файл из Houdini может пригодиться в других рендерах. А преобразовывать его в геометрию внутри программы у меня не получилось. Поэтому нашел такой обходной путь с помощью V-Ray. Итак, чтобы получить WDB файл из геометрии с пресетом облаков. Вам нужно импортировать эту геометрию с помощью ноды File, указав путь к ней в строке Geometry File. Затем выбираем вкладку CloudFX и применяем пресет CloudRig. В итоге Вы получите параметрическое облако с освещением. Естественно, его можно настроить и получить из одной геометрии абсолютно разные формы и варианты облаков. Чтобы настроить это облако, заходим в ноду CloudFromFile. И для визуального комфорта выключаем свет в ноде CloudLight. Лично меня она отвлекает. И без нее гораздо проще понять, что за геометрию облака Вы получите в результате экспериментов с разными настройками. Затем выбираем ноду Cloud1 и увеличиваем значение параметра Uniform Sampling Dips. Для того, чтобы было больше деталей в нашей форме. После чего клонируем ноду CloudNoise с помощью комбинации Ctrl+,C и Ctrl-V. Чтобы добавить мелкого шума и еще больше деталей в наше облако. Если у Вас начинает тормозить viewport и падает FPS, то просто уменьшаем значение Uniform Sampling Dips в ноде Cloud1. Затем меняем входящее и исходящее соединение, чтобы у Вас получилась такая связка нод. То есть, Cloud1 соединяется с CloudNoise 1. А эта нода в свою очередь переходит в ноду CloudNoise 2. И затем уже в CloudLight. Когда все готово, экспериментируем с настройками CloudNoise 2, чтобы получилась такая форма. Затем увеличиваем значение Uniform Sampling Dips в Cloud1, если Вы его уменьшали, чтобы сохранить все мелкие детали. В итоге получаем такое облако, которое можно экспортировать в VDB-формат. Чтобы это сделать, создаем ноду ConvertVDB и подключаем к ноду CloudLight. Как можете заметить, в ConvertVDB есть выбор полигонов. Но у меня почему-то этот режим не работает. Так же, как и прямое соединение с ConvertVDB без CloudLight. Так что тут экспериментируйте и пишите Ваш вариант экспорта в комментариях. Если у Вас есть опыт работы в Гудине. Поэтому выбираем ExportVDB. Затем добавляем еще одну ноду File и в FileMod выбираем WriteFiles. После чего указываем путь к папке, в которую хотите сохранить это облако. И конечно же выбираем формат файла. В данном случае это VDB. Проверяем, сохранился ли файл. Как видите, все сохранилось и появился новый файл в формате VDB. Проделываем то же самое с остальными облаками. Когда у Вас уже есть готовый Reek, Вам достаточно изменять имя файла в ноде File для импорта и экспорта. А также по желанию изменять настройки в генераторе облаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В итоге Вы получите все нужные файлы для импорта в 3ds Max. Открываем его и создаем V-Ray Volume Grid. И указываем любой из VDB файлов. Кстати, может получиться так, что некоторые файлы он не будет видеть. Если Вы заметили, я сохранял все облака под определенным номером через нижнее подчеркивание. Так вот, если Вы хотите, чтобы все облака импортировались как нужно, сохраняйте их не в нумерованном порядке, а с буквами. То есть вместо цифр после нижнего подчеркивания, используйте любые буквы. Так V-Ray и остальные рендеры будут видеть отдельные облака, а не целую секвенцию для анимаций. Именно так, потом удобнее их конвертировать в геометрию без всяких проблем. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующих частях поговорим о конвертации V-Ray Volume Grid в геометрию. О настройках Volume Material для таких облаков. И конечно же, научимся создавать рендеры с разным освещением и атмосферой. Которые я уже показывал еще в начале первой части. Благодарю за просмотр и желаю Вам позитивного настроения. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok